Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это стало центральным событием международной специализированной выставки «Дорога-2019», которая проходит в Екатеринбурге. Документ подписан в присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомню, изначально планировалось, что новая трасса пройдет в обход Самарского региона по территории соседнего субъекта. Однако Дмитрию Азарову удалось убедить федеральный центр в необходимости прохождения новой трассы по территории Самарской области. Глава региона этот вопрос неоднократно обсуждал с президентом Владимиром Путиным и заручился его поддержкой. Партнером Самарской области в реализации ключевого инфраструктурного проекта стала конституционная компания «Обход Тольятти». Общая длина новой трассы составит 102 километра, в том числе протяженность моста почти 4 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 «Урал» к Ульяновску, налевом с М5 «Урал». Предварительная стоимость работы оценивается в 120 миллиардов рублей. Завершение строительства запланировано на 2024 год. Мы рассчитываем, что этот проект даст новый импульс развития Самарской области в целом, городскому округу Тольятти, особоэкономической зоны Тольятти. В реализации этого проекта заинтересовано все государство, Российская Федерация. Для того, чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает шаги, опережающие шаги. Специализирована выставка, которая в эти дни проходит в Екатеринбурге. Крупнейшие события дорожной сферы России. Ведущие компании презентуют свои достижения. На выставке работает и площадка Самарской области. В числе главных тем деловой программы – реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Самарском регионе до 2024 года запланированы ремонт, строительство и реконструкция 460 километров дорог. Первые результаты национального проекта уже заметны. Показатели аварийности на автомагистралях снижаются. Все работы в рамках национального проекта, запланированные на 2019 год, уже выполнены. Заиграли всеми цветами радуги. Строительство детских садов на Алматинской и Ташкентской подходит к завершающей стадии. Рабочие приступили к покраске фасадов и благоустройству территории. Продолжают внутреннюю отделку. Как продвигаются работы, проверила глава Самары Лена Лапушкина. Когда ждать открытия дошкольных учреждений, расскажет Андрей Горгуленко. Много сенсорных комнат, современные игровые зоны, просторные музыкальные и спортивные залы. Все это будет в новом детском саду, что во дворе дома по Алматинской. Евгения Горохова, заведующая детским садом номер 462, в чьем управлении будет этот корпус, на стройплощадку приезжает каждую неделю и с нетерпением ждет, когда здание будет полностью готово. В нашем саду, в котором я работаю, нет ясельных групп совсем, только дошкольные группы. А вот здесь ясельные группы и наши даже родители, которые стоят на очереди, ждут этого детского сада, чтобы сюда перейти. Я думаю, что некоторые даже родители придут к нам работать, тем самым решат свои проблемы трудоустройства. Пока руководство детского сада решает кадровый вопрос, строители продолжают свою работу. Во дворе завершается устройство наружных сетей, после чего на следующей неделе начнут уже и территорию приводить в порядок. В самом здании полным ходом идет внутренняя отделка. Стены подготовили к покраске, установили все двери и продолжают стелить покрытие на полах. Затем уже приступят к установке оборудования в спортивные и музыкальные залы, в игровые и спальные комнаты, в пищеблоке и прачечной. Он строится по современным нормам. Тут все будет новое технологичное оборудование, в том числе и игровые комнаты для детей, игровая территория уличная для детей. На данный момент садик отвечает всем действующим нормам. Всем современным нормам будет отвечать и детский сад во дворе дома номер 114 по улице Ташкентской. Здесь закончены работы по пароизоляции и стяжке крыши. В конце октября завершат установку яркой, особенной детали здания – больших витражных окон. К покраске фасаду уже приступили, как и к установке инженерных систем. Там у меня фасад уже, завершающая покраска уже встает. И у меня сейчас фасад остался только вот эта сторона и вот эта, в теплите. Там уже накид он тоже. А с контуром что с этим витражом? А витраж у меня конец октября, но я сегодня его временными полагами закрываю. Строительство детских садов в Самаре идет на средства, выделенные по национальному проекту «Демография», утвержденного президентским указом. Все работы ежедневно контролируют городские власти. Каждую неделю на стройплощадку с проверкой приезжает и глава Самары Елена Лапушкина. Оба учреждения рассчитаны на 240 мест. Заниматься в них смогут и маломобильные дети. Здесь предусмотрено специальное оборудование и лифты. Оба объекта обещают сдать в декабре этого года. А уже в будущем году здесь в песочницах будут играться дети. А пока с песком возятся строители. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Да делают, разрушат или выплатят деньги. В Самаре прошла встреча представителей Минстроя и прокуратуры с обманутыми дольщиками. В формате диалога выясняли особенности работы нового Самарского регионального фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. На какие меры господдержки может рассчитывать пострадавшая сторона и сколько проблемных объектов сдадут в этом году, знает Елена Малютина. Надежда получить заветную квартиру Татьяны Вовк появилась, как только она узнала о новом фонде защиты прав дольщиков. Свои квадратные метры врач-анестезиолог ждет уже 16 лет. За это время изменилось многое, кроме одного. До сих пор ее семья ютится в однушке. На брифинг представителей Минстроя и прокуратуры для обманутых дольщиков женщина пришла уточнить, на какую меру поддержки может рассчитывать она и еще 270 дольщиков. Я очень надеюсь, что мы получим жилье и у меня дочка наконец-то получит свою комнату, потому что для нас это несбыточная мечта, но сейчас я очень в это верю, надеюсь. Вариантов господдержки много. Например, предоставление земельного участка инвестору-застройщику, достройка проблемного объекта на деньги регионального фонда, субсидии на достройку, либо денежные выплаты пострадавшему дольщику. Также возможен вариант с предоставлением заветных квадратных метров вне проблемного объекта. Все это на деньги федерального и областного бюджетов. В каждой ситуации подход индивидуальный. Например, если принимается решение о достройке проблемного дома, но число квартир в нем меньше, чем обманутых дольщиков, квартиры получат те, кто первыми заключили договор или попали в реестр. Остальным выплачиваются деньги. Фонд был создан с целью регулирования обязательств застройщика перед участником долевого строительства, в том числе для взаимодействия с федеральным фондом. Каким способом поставлены задачи будут решаться это путем принятия обязательств застройщика недобросовестного в рамках дела о банкротстве. Разрешение на строительство, право на землю, банкротство, инвентаризация имущества недобросовестного застройщика, а также закрытие реестра требований участников долевого строительства, только при соблюдении этих условий фонд оказывает поддержку. Восстановление прав обманутых дольщиков – одно из приоритетных направлений в работе правительства Самарской области. В этом году введено в эксплуатацию три проблемных дома и еще три сдадут, а 750 гражданам выплатят деньги. Мария Левина, Елена Малютина, Константин Головин. События. Обеспечить безопасность переговоров в Самаре показали первые в Центральном военном округе автоматизированные машины для управления войсками. С новой техникой ознакомилась мэрия Илчан. Без связи нет победы, говорят военнослужащие. Илья Еремин в бригаде связистов чуть больше года. Делиться за это время жалеть о выборе профессии не приходилось. При работе военного комплекса он отвечает за его настройку. Мы выезжаем в какое-то районное сосредоточение, расставляем машины все, развертываем их и подготавливаем комплекс для работы оперативного состава. Войска ЦВО получили по госзаказу новейшие командные пункты. Этот комплекс может начать работать в любой точке мира через полчаса после прибытия на место. Благодаря ему удается в два раза сократить время на развертывание связи в полевых условиях, а также поменять место дислокации в короткие сроки. Повысилось и качество обмена информацией. В случае непредоставления каких-либо услуг обмена информацией, это приводит к каким-то проблемам в ходе боевых действий. Связь со всех времен, с начала ее образования являлась нервом вооруженных сил. Соответственно, там, где нет связи, нет победы. Локальная сеть позволяет военнослужащим обмениваться графической и текстовой информацией, документами и картами. Обмен данными происходит не только внутри 91-й бригады военного округа, но и с другими округами. Без правильной работы связиста, скажем так, не будет стрелять ни артиллерия, ни нанесет удар ракетные войска, не будут знать выполнять задачу боевая авиация. Да и просто наши мотострелки доблестные не выполнят задачу, потому что не будут знать, как выполнять, в какое время, в какой срок. Впервые связисты армии покажут возможности новейших машин на празднование столетия войск связи, которое будет отмечаться 20 октября. Мэри Илчан, Григорий Пришаков. События. Профессия уже не будущего, а настоящего. В Самарском и Поволжском государственных колледжах, а также в техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова, готовят специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. На учебной практике студентам показали, как управлять беспилотником и ответили на все вопросы о их будущей профессии. Насколько перспективно данное направление, расскажет Никита Борисов. На аэродроме гвардейцы Кенельского района запускают беспилотник. Специалисты знакомят студентов с оборудованием и техническим обеспечением. По той телеметрии, которая передается с борта, мы видим, что самолет полностью работоспособен, не требуется никаких вмешательств оператора. Ну, значит так, вот еще поэту, если смотреть. Вот это авиагоризонт. Да, это я знаю. То есть это показывает его положение в пространстве, самолет. Эксплуатация беспилотных авиационных систем – новое направление подготовки в учебных заведениях. Но оно уже входит в топ-50 самых востребованных на рынке труда и считается одной из самых перспективных профессий. В прошлом году сразу в трех учреждениях среднего профессионального образования прошел набор студентов на эту специальность. Когда Данил Денисов узнал об этом, сразу решил – это то, что ему нужно. Я понял, что это что-то новое. То есть для меня это стало интересно. И я решил пойти и уже начать познавать эту специальность. Ну и в основном ее тоже престижность, потому что она новая, сейчас пока развивается. Сфера применения беспилотников обширна. С их помощью мониторят линии электропередач, нефтегазопроводы, леса и дороги. Беспилотники используют в военной сфере, в сельском хозяйстве, медицине, в горнодобывающих отраслях. На приобретение учебного оборудования для Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова из областного бюджета в 2019 году выделено около 16 миллионов рублей. Почти на 10 миллионов закупили беспилотные летательные аппараты в Поволжском государственном колледже. Все колледжи, реализующие программы из перечня ТОП-50, они так или иначе в разных объемах, но получили средства на приобретение соответствующего современного технологического учебного оборудования. В ближайшем будущем в Самарской области планируется начать подготовку и специалистов по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Андрей Горгуленко, Никита Борисов, Василий Колдашов. События. Жители Самарской области стремятся в лидеры России. Только за первые 10 дней на участие в конкурсе управленцев с таким названием поступило свыше 2,5 тысяч заявок. До окончания приема документов всем участникам необходимо записать видеоинтервью и заполнить автобиографическую анкету. Организаторы просят конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент. Этапы и сроки регистрации вы можете увидеть на экране. В число наставников конкурса вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу – здравоохранение, наука, финансы и технологии. Александр Благов уже дважды участвовал в лидерах России, оба раза доходил до полуфинала. Теперь решил вновь испытать судьбу и попробовать выйти в финал. Победители получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны. Во-первых, это очень интересно. Интересно, скажем так, проверить свои знания даже на первом этапе, когда идут различные тесты по разным направлениям. А вот насколько я в этом компетентен, насколько я разбираюсь в той иной области. Ну и второе – это, конечно же, пообщаться уже на очном этапе с такими же лидерами, обменяться каким-то опытом. Самара стала центром притяжения самых активных деятелей туристической сферы. В городе открылся форум «Турпритяжение». В этот раз в новом формате будут обсуждать актуальный вопрос развития туризма и гостеприимства в контексте национальных проектов. Как участники форума предлагают поддерживать туристический поток, выяснила Лариса Шалафаст. У Самарской области есть все шансы стать крупным туристическим центром страны. В этом уверены не только региональные власти, но и участники туриндустрии. Прошедший чемпионат мира доказал, что регион интересен иностранцам. За время Мундиаля область посетили полмиллиона человек из сотни стран. Поддерживать турпоток на высоком уровне могут помочь новые подходы. Их обсуждают на шестом форуме «Турпритяжение». В этом году вопросы развития отрасли обсуждают в контексте национальных проектов. Развитие туризма, этому посвящены в том числе и отдельные задачи, которые поставлены. Особенно развитие внутреннего туризма. Идет именно работа над созданиями долговременного продукта, над именно глубокой и долгосрочной программой. В рамках национальных проектов поддержки малого и среднего принимательства, международная кооперация этого производительства труда и поддержка занятости, перед сферой туризма открываются новые горизонты и возможности. Городской округ Самары, в лице департамента финансово-экономического развития, инвестиций и торговли, помогает малому и среднему бизнесу в сфере туризма в части проведения совместных выставок международных. Их будет проводить до конца года еще 10. Кроме того, мы обучаем малое и среднее предпринимательство. В регионе появляются новые точки притяжения туристов, открываются музеи, разрабатываются новые маршруты. В планах открыть горнолыжный курорт неподалеку от Самарской Луки и развивать медицинский туризм в Сергиевских Минеральных Водах. Чтобы активнее привлекать молодежь, в регионе пробуют и совершенно новые проекты. Совместно с РЖД реализуются турпоездки в театр «Лучший поездом» и «Поезд на пленэр». «Поезд на пленэр» можно сказать, что это был действительно молодежный проект. Приезжает молодое поколение художников, особенно из Башкортостана и из Ярославля. Приезжают люди, которым интересно не только познакомиться с Самарой, познакомиться с регионом, но и попробовать себя в новой стезе уже как художника. Участники форума «Турпритяжение» считают, что у Самарской области большой потенциал и в развитии гастрономического туризма. Здесь рыба, здесь земля замечательная, здесь все, что угодно можно приготовить из географических продуктов и преподнести. У вас есть хорошие рестораны, у вас есть хорошая история. На форум в Самару приехали участники из 14 городов. Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Самарой, Уфой и Ульяновском. В программе форума проведение практической бизнес-сессии. Пройдут тренинги для менеджеров отелей, туроператоров, турагентов, экскурсоводов. Также состоится конкурс «Лучший в профессии гостеприимства» городского округа Самара и Самарской области. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Инициатива местных жителей и поддержка властей. В Самаре, в Ленинском районе, благодаря губернаторской программе «Содействие» в одном из дворов построили новую сцену с современным дизайном. Подробности узнал наш корреспондент. Сыну Оксану Рускова Ивану два с половиной года. Ребенку хочется больше времени проводить на улице со сверстниками. Гулять ходит во двор на клинической 35. Оксана Рускова говорит, раньше здесь было неуютно. Гаражи, разбитые лавочки. Сейчас территорию комплексно привели в порядок. После того, что это было, тут вообще, ну как бы не сравнить. Было вообще в ужасном состоянии все. Спасибо, конечно, что дворы так улучшают для нас. Двор в этом году обустраивали благодаря трем проектам. Это и твой конструктор двора, и проект по внутриквартальному устройству. Здесь снесли незаконные гаражи и разбили просторную парковку. Благодаря губернаторскому проекту «Содействие» построили новую сцену с уникальным дизайном. Он дает самые короткие сроки реализации, то есть проводится конкурс, сразу принимается решение. И самое главное, жители будут активно беречь ту красоту, которая создается с их участием. Суть проекта «Содействие» – дать возможность местным жителям благоустроить свой двор или улицу. Для этого из местного и областного бюджетов выделяются необходимые средства. А жителям нужно подать заявку, пройти конкурс на отбор и обеспечить часть финансирования не менее 7%. Во дворе на клинической 35 эти средства нашли, в том числе благодаря социальным партнерам. Принять участие в проекте можно и самостоятельно, и обратившись в администрацию, где помогут оформить все документы и пройти все этапы до подачи заявки. Это наглядный пример того, как инициативные жители могут влиять на благоустройство своего двора при активной поддержке и финансовой, и административной всех органов власти. Это прекрасно, это замечательно. В этом году в Ленинском районе благоустроили 6 дворов по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Губернаторский проект «Содействие» реализовали по четырем адресам. Он будет действовать и в следующем году. Подать заявку нужно до 1 ноября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. История трагической любви. В Самаре открылась фотовыставка, в которой рассказывается об отношениях и повседневной жизни знаменитых мексиканских художников Фредерики Кало и Диего Ривьеры. В экспозиции уникальные семейные кадры. Что притягивало и отталкивало творцов, узнал наш корреспондент. «С тобой я несчастна, но без тебя не будет счастья», – говорила знаменитая мексиканская художница своему мужу. На этой фотографии Фрида Кало нежно обнимает своего супруга Диего Ривьера. Но не меньше было в их чувствах и ссор, обид, горечи. Диего Ривьера – художник-монументалист, часто работавший по госзаказам. Как и свойственно творческим натурам, не отличался супружеской верностью. Фрида не отставала. Пара расходилась и снова сходилась. Историю взаимоотношений представили на фото-выставке в областной библиотеке. Они в своей вот этой любовной красивой паре, они питались друг от друга, они корректировали друг друга, создавая такой вот культурный гомеостаз. Последний год я живу в Мехико, я неделю назад прилетела в Самару. Нет ни одного мексиканца, который бы не был знаком с ее культурой. И каждый день, начиная со вторника по воскресенье, как работает ее дом, Голубой музей, там всегда очередь. Лепту в и без того запутанную историю отношений пары внес Лев Троцкий. Политический деятель приехал в Мексику с помощью Ривьеры. Долгая дружба обернулась скандалом. Революционер без памяти влюбился во Фриду. Выставка в России представлена впервые благодаря Дням Мексиканской культуры, которые и сейчас проходят в Самарской области. Культурные связи возникли во время чемпионата мира по футболу, матч которого сборная Мексики играла на Самарской земле. И вот эти отношения, которые сложились в рамках чемпионата, отношения гостеприимства, добра, некого такого узнавания друг друга, послужили тому, что эти отношения вылились на такой вот правительственный уровень. Идея заключается в том, чтобы принести частичку мексиканской культуры в один из важнейших городов Российской Федерации, в Самару. Но я думаю, что интересно для вас будет узнать то, что мы в посольстве Мексики в Российской Федерации стремимся к укреплению связей между Соединенными Мексиканскими Штатами и Самарской области. Увидеть уникальные фотоработы можно будет до 17 октября. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Если вы в своей квартире, лягте на пол 3-4. Спорт стал нормой жизни для 30 предприятий Самарской области. Сотрудники пенсионного фонда на своем примере показывают, как в течение рабочего дня поддерживать себя в хорошей форме. Подробнее в репортаже Лены Нижегородцевой. В исходное. Направое. Три. Налевое. Четыре. И еще раз. Направое. Производственная гимнастика – это комплекс физических упражнений во время рабочего процесса для снятия усталости, мышечных зажимов и напряжения. Эти упражнения помогают поднять тонус организма, улучшить настроение и зарядить энергией. Алла и Марина работают в пенсионном фонде много лет. Такие физкультминутки за год стали делом привычным. Каждый день, утром и вечером, они, как и остальные 260 сотрудников фонда, разминаются под чутким руководством инструкторов. Ну это, конечно, очень хорошее занятие, потому что целый день приходится сидеть в одной позе, все затекает, шея болит, все позвоночники у всех болят. Поэтому, когда встанешь немножко разомнешься, то, конечно, легче потом работать. Дома некогда, да и неохота одной. А тут все-таки коллектив. Вот когда в большой группе занимаешься, то как-то бодрость духа, настроение поднимается. В советские годы на многих предприятиях проводили гимнастику, которая транслировалась по всесоюзному радио в 11 часов дня. Физкультурная пятиминутка представляла собой набор самых элементарных упражнений для снятия утомления. И вот спустя много лет мода на здоровый образ жизни возвращается. Мы их сначала выгоняли, а сейчас потихонечку они начинают включаться. Естественно, тяжело, идет определенное сопротивление. Если ты сильно не хочешь идти на зарядку, ну ты не пойдешь, ты всегда найдешь способ туда не пойти. Тогда у тебя включается другой механизм, тебе будет стремно, среди других коллег, почему ты сидишь, а я пошла. Современный комплекс включает в себя упражнения на все группы мышц. Он разработан по заказу Федерации профсоюзов Самарской области и доработан врачами лечебной физкультуры Самарского онкодиспансера. Кроме пенсионного фонда, производственная гимнастика уже проводилась и в поликлиниках города, в больницах, в онкологическом центре, в учебных заведениях. Более 30 крупных предприятий Самарской области уже присоединились к проекту. Среди них заводы «Салют», «Авиагрегат», «Почта России», администрации некоторых муниципалитетов. Елена Нижегородцева, Сергей Баскин, «События». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я Александру Ломаю с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова